Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Многие начинающие именно в первый год, когда только они начали первый раз сеять свои томаты, спрашивают, как узнать, удачно ли прошла пикировка и сколько дней приживаются вот эти маленькие сеянцы. Ну вот я сейчас вынесла для полива свои распикированные 20 числа, сегодня 25 февраля. Прошло 5 дней и через 5 дней вы уже сможете увидеть качество проведенной пикировки. Хорошо вы ее провели или нет, все ли прижились растения. Во-первых, это сразу видно по внешнему виду. Видите, растения все живые, все стоят, колосятся. Но если вы хотите точно-точно узнать, то можно узнать так. Я вот пикировала в фазе двух настоящих листьев. Был вот этот листик у меня и вот этот. А вот этот, видите, такой нежный-нежный, салатового цвета, он вырос уже на новом месте после пикировки. И также у каждого растения вот тоже новый листик. Если у вас появился третий лист, новый листик, это знак, что пикировка прошла удачно, прекрасно, корневая система возобновила свою работу, все восстановилось, есть сцепка с грунтом, растение питается и растет дальше. Но видно даже без этого третьего листика, видно, что все растения не вялые, стоят бодренькие. И если уж у них образуется третий лист, это ясно, что растение прижилось хорошо. Вот некоторые здесь сорта, вот у меня есть госпожа удача, они даже успели образовать за это время четвертый лист. Вот видите, вот этот вот третий, который появился, и вот уже четвертый. Новые листья, их сразу видно, они отличаются, это видите, темно-зеленые, а эти как салатового цвета, они только-только что родились. Вот этот буквально, наверное, вчера-сегодня, а этот, ну, на второй или на третий день после пикировки. Поэтому все сорта по-разному переносят пикировку. Какие-то сразу третий лист выпускают, какие-то день-два стоят. Вот у меня тут сибирская тройка. Вот у нее, видите, листик один уже хороший, и еще четвертый лезет. Тоже хороший результат. Так что по внешнему виду сразу видно, растения прижились или нет, хорошо ли вы провели пикировку, нет ли там каких-то сломанных корней, если корень сломанная или стебель, трещина, она обязательно начнет желтеть. Ничего страшного в пикировке есть, томаты не боятся пикирования, пикировку. Единственное, что, вот смотрите, как сорта отличаются. Вот эти сорта, которые не, ну, как я говорила, что я для ранних посевов выбираю с толстыми стеблями, с мясистыми листьями. Видите, вот эти более коренастые, вот это у меня Настенька, вот Демидов, они прям от земли почти нисколько как не поднялись. Они так и будут, вот такие маленькие, просто у них листья как дубки будут. А вот эти вот сорта, которые более такие, с тоненькими стебельками, видите, у них нежненькие, такие тонкие, нежные листья, они идут вверх. И вот эти вот сорта, я уже говорила, она однозначно будет вытягиваться, они будут более тонкие, видите, у них какие, у них прям тоненькие-тоненькие стебельки. И это не зависит от вашего, как, условий содержания, хоть как их, ухаживай за ними. Вот я ухаживаю за всеми одинаково, все в одинаковой температуре, одинаковый в один день полив. Вот эти толстые, крепкие, как дубки. А это, как я называю, а эти типа, как плакучая явушка. Они так и будут, вот такие тоненькие, хиленькие. Но они не хиленькие, у них такие сортовые характеристики. Все, вот этот краткий видеоролик, это ответ на вопрос, как узнать, хорошо ли прошла пикировка и прижились ли растения на новом месте. До свидания, с вами была Ольга Чернова.